доброго времени суту друзья здравствуйте сегодня продолжаем тему лекарственных растений и перед вами вот такие колокольчики необычные и необычные растения это дерево друзья дерево экзотическое дерево и так по порядку и так она называется катальпа лечебные свойства против показания пользы и вред катальпа это тропическое дерево которое можно встретить индии японии китая и на всем этом северно-американском континенте но регионах наших тоже уже можно в россии встретить на черноморском побережье то есть уже культивирует ее на нашей территории ну и по порядку арбоний это растение разбирать ботанические свойства я не буду касаться мы с вами будем разбирать химический состав польза значит полезные свойства этого растения очень красивые друзья растения сейчас я вам покажу значит это цветочки у этого растения это вот видите вот эти вот как говорят из ручки такие они тоже очень полезны и тоже разберем я иначе не могу показать но это уже вблизи как и вот эти вот значит вот они засыхают здесь есть семена и они очень очень полезным вот такое вот дерево полезное корни в этом дереве является токсичными давай применять нельзя эти весульки листь цветочки все это применяется и так по порядочку с вами сейчас дерево сейчас я вам сразу покажу друзья а вот это дерево как она выглядит вот примерно на так вот цветет просто вообще запах изумительные вот это дерево и так по порядочку с вами будем разбирать полезные свойства значит состав входит полисахариды эфирные масла жирные масла танины органические кислоты гликозиды минералы комплекс минеральный хотя бы набор витаминов значит и полезные свойства и химический состав этого лечебного окатальпы то есть дерево летучие фитоциды обладают антисептическими против воспалительные раны заживляющими бактерицидными даже действия обладают а значит горькие гликозиды оказывает мощное антигистаминное действие то есть занимается против различной паразитарной фауны гликозиды что делают действие гликозидов оказывает вяжущие действия токсины вредную микрофлору и останавливают даже диарею значит биоактивные вещества растения анти канцерогенное действие подавляет рост даже раковых клетках видите какое полезное растение значит сложные эти кислоты то находятся фитоциды для лечения бронхо-бархиальной астмы имеется поливитамин витаминная способность укрепления иммунитета а настойка которую я вам наносим вот эти стручки настойку делают настойку вот даже вот видите обратите внимание и вот эти вот стручки из этих стручков изготавливают у кого проблемы с сахаром он понижает сахар в крови вот эти стручки заготавливать можно и очень хорошо даже повышает сахар в крови поэтому видите какое полезное растение если вы встретите на своем пути это очень очень даже полезно а так можно заказать через сеть интернет я немножко вперед забежала через сеть интернет вы можете заказать вот эти вот стручки значит применение в народной медицине полезные лечебные свойства растений применяется в народной медицине для излечения различных заплеваний такими слушаем сахарный диабет понижает уровень сахара в крови это стручки я уже сказала значит я даже сейчас дам вам рецепт при сахарном диабете стручки катальпы мелко нарезают в 0,5 литров водки опускают на 7-8 дней потом фильтруют и при обышенном сахаре за полчаса до приема пищи единоразовая и курс употребления употребляется по 15 мл курс употребления неделя начинаем с малой дозы консультация с доктором неизбежна это значит это один значит рецепт лечение фуротку значит сухие листья перемываются в муку просеивается и берется столовую ложку листовой муки две столовые ложки свежего жира или домашнего там масла значит и делаются вот эти это мазь это для фрунгу при ангине готовят такой отвар отвар значит и получат горло пять раз в день это берут заливают мелко растертые сухие листья почему я все время говорю листья тоже полезно в любом дереве значит берут две столовые ложки сухих листьев заливаются кипящей водой выдерживаются час и потом фильтруются и утром и вечером после еды в течение 12-14 дней вот такая вот и там в общем друзья и последний рецепт для онкологии профилактика друзья это все профилактика запомните раз и навсегда любое лекарственное растение это профилактика потом только оно дает свои результаты то есть действия любого лекарства любого растения потом свое действие дается это не сразу и я заранее забегаю значит меняйте каждый раз когда вы употребляете какие-то лекарственные растения ягоды и так далее корни плоды то есть вы делаете сегодня например месяц одну неделю и так то есть то есть чередуйте постоянно не употребляйте одно и то же растение извините и так профилактика я говорила про онкологическое значит вот для профилактики такой рецепт онкологическое заболевание значит это это значит и для профилактики онкологическое заболевание и для укрепления иммунитета наставится на 0,5 литров красного вина и на протяжении месяца наставится и берут красное вина на протяжении месяца 100 грамм мелко нарезанных листьев опять же листьев фильтруют и по 50 миллилитров на протяжении месяца после еды делают один раз четыре месяца то есть перерывы таким вот образом опять консультация с доктором значит не просто ансамбли свои не составляйте и дозировки тоже должны соблюдаться и так противопоказания есть естественные противопоказания как любого растения и так далее я хочу вам еще сказать что его там еще могут называть в народе летним каштаном и так ну да он как-то вот и растение само я вам показывала и вот каштан как бы куст такой не куст а дерево и так значит противопоказания женщинам естественно и детям друзья до 14 лет в случае значит сердечной недостаточности тоже у кого проблемы значит и у кого проблемы с повышением уровня тромбоцита в крови у кого избыточная секреты адрогена у женщин у кого проблемы коры над почечником и естественно индивидуальная непереносимость у кого аллергия и и постоянная консультация с доктором ну если вы это встретите растения то сами можете заготавливать заготавливаются листья я уже много раз говорила еще раз повторяем листья заготавливаются месяц июнь или до время цветения или вот этих вот в этого растения в данном вот этих висольчик так что вот такое также и кору собирать можно осенью кора хранится не более двух лет листья хранятся не более одного года стручки вот эти хранятся больше даже двух лет если правильно их хранить так что друзья я сегодня ознакомилась с таким интересным растением которое называется катальпа и если вы хотите я еще повторяю заказать это все через сеть интернет я думаю в пич сети вы не встретите вот даже вот эту стручковую не встретите так что если вы в каких-то регионах там у вас оно будет пожалуйста собирайте листья это очень полезное растение я вам уже информацию сказала а так друзья берегите себя не забывайте о лекарственных растениях и гуляйте наслаждайтесь пока все у нас еще продолжается лето пока до новых встреч берегите себя